Добрый день, сейчас расскажу вам про одну очень интересную возможность управления торговлей, это использование номенклатуры поставщиков, то есть каким образом это работает. Вы в своей базе можете хранить номенклатуру поставщиков, их наименование, артиклы и цену. При выборе номенклатуры поставщика у вас будет автоматически выбираться ваша позиция номенклатуры, которая с ней связана. Что это нам дает? Откроем настройки справочной информации НСАИ и администрирования, здесь мы выберем номенклатуру и соответственно на вкладке дополнительной информации установим галку номенклатуры поставщиков. Далее перейдем в номенклатуру и для позиции гайковерт аккумуляторные у нас заведено две позиции, которые хранятся в нашем прайс-листе. Вот в нашем прайс-листе хранится эта позиция, которая называется вот таким образом и у нас есть две позиции, которые хранятся у нас в прайсах поставщиков. Это аккумуляторный гайковерт ударный Bosch GDC от стройбазы и также гайковерт аккумуляторный ударный Bosch от компании весь инструмент. В одном случае он стоит 3850, в другом случае 34900. Соответственно дальше мы можем сделать следующую вещь. Мы можем в закупках оформить заказ. Оформить заказ на компанию весь инструмент. Соответственно выбираем компанию весь инструмент. Здесь мы выбираем номенклатуру поставщика. Вот артикул 222. То есть сразу используем артикул поставщика. У нас автоматически подставляется та номенклатура, которая заведена и подставляется наше наименование. Здесь мы должны учитывать, что вот цена включает МДС, если галочка стоит. Соответственно у бита цен, который используется для того, чтобы хранить данные по цене поставщика, тоже также должна стоять вот эта галочка цена включает МДС. Вот соответственно мы взяли номенклатуру поставщика и у нас взялась сумма 34900, которая была сохранена вот здесь в номенклатуре для поставщика весь инструмент. То есть если мы выбираем поставщика весь инструмент, то у нас выбирается соответственно номенклатура 34900. Вот расставляем количество, у нас все это автоматически считается. Дальше, если мы выбираем стройбазу ООО и также добавляем позицию и выбираем номенклатуру другого поставщика, и здесь опять же у нас артикул другого поставщика 3 единички, то есть мы можем его использовать. Она также связана с нашей позицией номенклатуры гальковерт аккумуляторный ударный бош с совершенно другим артикулом. Вот и соответственно здесь мы можем поставить количество и заполнить цену по другому поставщику. Вот 3 850. Эта цена хранится вот здесь по другому поставщику. Вот и соответственно после того, как мы проведем документы, мы можем спокойно распечатать заказ в наших артикулах и в наших названиях и распечатать заказ поставщику по данным поставщика, это очень классная возможность. Будет выведен его артикул, его артикул и будет выведено его название. Вот таким образом все это можно сделать. Можно также назвать вот эту цену, которая используется, назвать как она называется, допустим там дилерская, дилерская 10 процентов. И соответственно, когда вы распечатаете эти данные и распечатываете вот эту вот информацию, то вы можете просто этот заказ поставщику вот в таком виде прям ему отправить и соответственно он будет видеть свои артикулы, свое название, тот вид цены, который у него заложен в прайсе и соответственно очень спокойно вам все отгрузит. И тем более этот заказ поставщику может быть сформирован автоматически, да там вашей системой планирования и соответственно вы можете построить работу по формированию заказов поставщиков практически в автоматическом режиме. То есть вы можете одну и ту же позицию, которая в вашем случае, да там сейчас распечатаю ваш заказ, в вашем случае называется гайковерт аккумуляторный ударный bosch, вы можете от разных поставщиков получать его в разных артикулах. Точнее не получать, а печатать в разных артикулах. Вот совершенно спокойно заполняем все данные и отправляем вот этот документ уже готовый, отправляя на печать и по почте поставщику. Соответственно он будет видеть свой артикл, будет видеть свое номинование, будет видеть свой вид цены и соответственно будет меньше ошибок при отгрузки. Вот такая интересная возможность есть в 1С управлении торговлей. Используйте эту вещь, помимо того, что вы можете хранить наименование артикула, вы можете хранить историю изменения цен, отслеживать как менялась цена на ту или иную позицию и соответственно уменьшать ошибки при заполнении документов. Большое спасибо, если у вас есть какие-то вопросы пишите комментарии, мы обязательно на них ответим.